МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Секретом правильного декора и узнаем, какой стиль актуален в этом сезоне. Но это во второй части программы. А сейчас коротко о том, что мы еще подготовили для вас. Награды за заслуги из рук губернатора в Доме правительства области отметили труд земляков. Сегодня прошло последнее в уходящем году заседание областной думы. Законотворцы решали коммунальные вопросы. В автобус без мелочи в Староскольском округе стартовал проект по организации платы за проезд через терминалы. Что это даст транспортным компаниям, а самое главное пассажирам? И как будут рассчитываться за проезд дети? Международному сотрудничеству – да. Австрийская компания и Ровенской маслосырзавод подписали соглашение о совместной работе. Какие изменения принесет контракт века? Как каждому ребенку бесплатный кружок? Проект староскольских студентов занял первое место в конкурсе Общероссийского народного фронта. Какие возможности он открывает перед детьми? Как белгородцы украшают свой дом к Новому году? Уличные опросы и тренды этого сезона. В канун Нового года сотрудники МЧС проводят проверку магазинов, торгующих пиротехникой. Все ли товары отвечают требованиям безопасности? Начнем выпуск с торжественной новости. Сегодня в Доме правительства Белгородской области федеральные и региональные награды были вручены тем, чей жизненный девиз – «Созидать». Среди награжденных – политики, талантливые управленцы, ученые, те, кто добросовестно трудился многие годы. Высших федеральных наград Ордена почета за активную законотворческую деятельность достоин Василий Патрисаев, председатель областной думы. Медали за заслуги перед Отечеством – в первой степени Владимир Зотов, председатель Совета директоров группы компаний «Агробелогория». Медали за вклад в развитие сельского хозяйства имени Терентия Мальцева достоин глава Белгородского района Анатолий Попков. А наша коллега Дарья Яготинцева, корреспондент новостного отдела мира Белогория, за активное участие в общественно-политической жизни региона получила благодарность президента Российской Федерации. Значимые региональные награды – высший знак отличия Прохоровское поле, третий ратное поле России второй степени, медали за заслуги перед землей Белгородской, первой и второй степеней губернатор вручил 16 землякам. Среди награжденных – начальник регионального управления МЧС Сергей Потапов. Также медали удостоены наш коллега Сергей Шишков, начальник отдела по обслуживанию сети распространения сигнала телерадиокомпании «Мир Белогория». Дорогие друзья, от души поздравляю всех вас с высокими наградами. Славная трудовая судьба каждого из вас заслуживает не только медалей и званий, она достойна отдельной повести о настоящем человеке. Каждый из вас сыграл значимую персональную роль в успешной судьбе Белгородщины. Человеческое сокровище Белогория бесценно, а его созидательный и творческий потенциал не исчерпаем. Желаю вам новых выдающихся свершений и побед. Поздравляю вас! И сегодня уже состоялось последнее в этом году 31-е заседание Белгородской областной думы. Среди самых сложных, долгосрочных и социально важных региональных законопроектов – закон о тепловодоснабжении и водоотведении в городах и селах области. Подробности расскажет Александра Прозорова. Ключевой в повестке дня стала тема жилищно-коммунального хозяйства. Единогласно в первом чтении, сокращая последующие процедуры, депутаты приняли изменения в закон, касающийся тепловодоснабжения и водоотведения населенных пунктов области. Ряд полномочий в этой сфере передан с муниципального на региональный уровень. Исключения составили Старооскольский, Губкинский городские округа и Прохоровский район. Для этих территорий выбран план частного управления. С остальными районами в 2019 году будет заключено единое концессионное соглашение. Консолидация этих объектов и полномочий по управлению этими объектами позволит обеспечить комплексное централизованное управление и контроль за модернизацией этих средств. В 2019 году запланировано заключение единого концессионного соглашения на весь комплекс объектов системы водоснабжения и водоотведения с областным оператором ООБИЛ «Водоканал». Бывший ГУП. Тот, который успешно показал свою работу в рамках города Белгорода и Белгородского района. 100% правительству принадлежит. Таким образом, уже с января 2019 именно правительство области будет отвечать за организацию водоснабжения населения в муниципалитетах, контролировать гарантирующие организации, согласовывать ремонт объектов, их модернизацию или вывод из эксплуатации. И о другом законе дня. Сегодня депутаты окончательно утвердили главный финансовый документ региона на будущий год. К итоговому чтению основные его характеристики – прогнозируемые доходы – 87,5 миллиардов рублей, расходы – 91,5 миллиард. С учетом внесенных поправок и доходные расходные части увеличились примерно на 6 миллиардов рублей. Александра Прозорова, Евгений Кравцовский. Такой день на Мире Белогорья. Безналичная оплата проезда в общественном транспорте уже есть на некоторых маршрутах в Белгороде и в Губкине. А теперь и в Старом Осколе. В округе подошли с размахом. В ближайшее время все 470 единиц общественного транспорта будут оборудованы терминалами для безналичной оплаты. Даже на пригородных маршрутах, где стоимость зависит от километража. Руководители транспортных компаний видят как минимум два плюса – вывод денег из серой зоны и более точная оценка пассажиропотока. А в чем плюсы для старооскольских пассажиров, узнала Анастасия Иконникова. Для осуществления оплаты терминалу необходимо около трех секунд. Это даже меньше того времени, которое вы потратите на подсчет мелочи и передачу ее водителю. Удобно, но для пассажиров да и водителей Старого Оскола непривычно. Александр Проскурин за рулем маршрутки 14 лет. И нововведение оценил по достоинству. Введение безналичной оплаты, конечно, упрощает расчет, взаиморасчет с пассажиром. Это намного быстрее происходит, удобнее. То есть не надо давать сдачу, и пассажир быстрее получает чек в квитанцию об оплате. Такой способ оплаты обеспечивает большую безопасность. Водитель не отвлекается от дороги, чтобы выдавать сдачу. Оплата осуществляется быстро и только на остановках. Это удобнее, чем деньгами. Чем удобнее? Ну, да я приложила карточку-то, пошла. А деньги-то надо искать, где-то стача, какую-то мелочь где-то искать. А бывает такое, что денег нету на личных кармане. Оплатить проезд также можно смартфоном или смарт-часами. Пин-код вводить не придется. Операция может осуществляться даже вне зоны доступа к сети интернет. Программное обеспечение разработано Газпромбанком, он же предоставляет терминалы. А транспортные компании, в свою очередь, отчисляют процент с каждого факта безналичной оплаты. Предусмотрена и возможность расчета для детей младше 14 лет. Можно выпустить полноценную банковскую карту, но, естественно, это от имени родителя, если ребенку 8 лет и больше. То есть с этого момента ребенок может иметь полноценную банковскую карту и оплачивать в том числе и стоимость проезда. А для тех, кто привык расплачиваться наличными, такая возможность останется. Есть люди, которые не используют банковские карты в силу иных, разных причин, нежеланий или нет возможности. Он что, не будет пользоваться транспортом? Он, естественно, может... То есть у него есть альтернатива и она останется, в любом случае останется. Сейчас в Старомосколе терминалами безналичной оплаты оборудовано три городских и один пригородный маршрут, где терминал соединен с системой GPS-навигации, с помощью чего программа рассчитывает стоимость проезда. С 20 декабря добавятся еще три. Конечная цель до 1 марта оборудовать системами безналичного расчета весь общественный транспорт. Стоимость проезда останется неизменна. 20 рублей. Анастасия Конникова, Евгений Игнатов. Такой день на мире Белогорья. Сегодня австрийская компания и Ровенской маслосырзавод подписали соглашение о создании дополнительных производственных мощностей по выпуску твердых сыров. Губернатор Белгородской области назвал этот документ для региона контрактом века. По его мнению, Белгородщина должна стать не только мясной, но и сырной столицей России. Продолжит Екатерина Ковалева. ВТП подтверждает расширение производства сыра в Белгородской области. 13 декабря предприятие «Ровеньки» маслосырзавод, входящий в молочно-производственную компанию «Модекс» и австрийская компания «Берчфутек» подписали соглашение о сотрудничестве. В его рамках будет налажена поставка оборудования для масштабной модернизации действующих производственных мощностей белгородского предприятия. Проект реализуется при поддержке администрации Белгородской области и Банка ВТБ. Подписание инвестиционного соглашения состоялось в присутствии губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Для нашего молочно-товарного комплекса это очень яркий и значимый проект. И не только для Белгородской области, но и всей Российской Федерации. Представьте себе, что переработка молока достигнет почти 1000 тонн в сутки. Объем переработки увеличится в два с половиной раза. В рамках установленного лимита Банком ВТБ открыта кредитная линия в размере 1 миллиарда 80 миллионов рублей. Финансирование осуществляется в рамках программы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Запуск нового производства в эксплуатацию планируется в конце 2020 года. Значение новой инвестиционной площадки подчеркнул собственник холдинга «Берч Групп». Думаю, что в будущем будут реализованы подобные проекты в других регионах. Производство сыра в России продолжает расти и эта динамика будет сохраняться. С молочно-производственной компанией «Модекс» ВТБ работает с 2010 года. И за этот период был успешно реализован ряд совместных проектов. Сейчас прогноз погоды и блок полезной информации. А во второй части программы ко мне присоединится наша гостья. Сегодня это декоратор Маргарита Архипова. В канун Нового года вместе с ней будем учиться правильно украшать пространство вокруг себя. И вот что еще вы увидите. Каждому ребенку бесплатный кружок. Проект староскольских студентов занял первое место в конкурсе Общероссийского народного фронта. Какие возможности он открывает перед детьми. Как белгородцы украшают свой дом к Новому году. Уличный опрос и тренды этого сезона. Детский театр «Молоко» выступил с благотворительным юмористическим концертом в библиотеке для слепых имени Ярошенко. Юным читателям со слабым зрением артисты рассказали удивительные истории. Каковы впечатления зрителей. В канун Нового года сотрудники МЧС проводят проверку магазинов, торгующих пиротехникой. Все ли товары отвечают требованиям безопасности.